В части резидентов свободной экономической зоны разные у нас на сегодняшний день резиденты. Самый первый проект, конечно, был небольшим. Субъект малого предпринимательства подобрал помещение на коммерческом рынке, приобрел оборудование и у него проект заключается в розливе питьевой воды. С точки зрения крупных проектов, конечно, крупные проекты будут. Не могу сказать в отношении Республики Крым, а проблема моделизации крупных инвестиционных проектов – это всегда земля. Для того, чтобы были существующие свободные площадки, которые можно было бы использовать. Либо пустые, либо какие-то площадки, которые принадлежат кем-либо собственнику, которые можно для этих проектов использовать. И которые по цене инвестору подходят. Основная проблема, которая есть у нас, она заключается в том, что за 23 года действительности украинской практически вся земля была рознана. И мы сейчас ведем работу по подбору свободных земельных участков. У нас создана рабочая группа. Возглавляет ее Шаповалов Игорь Владимирович. Активно участвует в подборе департамент экономики. И у нас есть, в общем-то, интерес крупных инвесторов к размещению новых производств на территории города. Мы проводили встречи с инвестором, который изъявил желание, и мы его всячески в этом намерении поддерживаем, по строительству завода холодильного оборудования, каркасного домостроения, с объемом инвестиций в свыше полутора миллиардов рублей, с созданием рабочих мест более 150. И, собственно говоря, мы даже участок под эти цели нашли. И у нас сейчас стадия оформительская. Единственное, что у нас в этом вопросе вызывает определенные сложности, это то, что город Севастополь в целом на сегодняшний день не принял закон, который позволяет без конкурса под крупные инвестиционные проекты предоставлять земельные участки. И в случае, если этот закон принят в законодательном собрании не был, а мы его внесли уже более месяца назад в законодательное собрание, к сожалению, мы вынуждены будем по крупным инвестиционным проектам, которые объективно нужны городу, поскольку городу нужны рабочие места, нужна достойная заработная плата работникам, нужны инвестиции, вынуждены будем проходить формально через процедуру торгов. А это плюс два месяца, что, в принципе, конечно, нас с точки зрения развития сдерживает. И уверенности потенциальным инвесторам не добавляет. Поэтому, жаль, мы рассчитываем все-таки, что наши коллеги в законодательном собрании более как-то активно к рассмотрению данного законопроекта подадут для того, чтобы мы такую возможность получили. Это конкретный инвестор, конкретный проект. Мы готовы делать это максимально публично. Я неоднократно об этом заявлял. Никакой кулуар, без какой-либо кулуарности в этом вопросе. Включайте представителей общественности в состав каких-то комиссий и эту информацию опубличивать. Ну, сферы абсолютно разные. Есть и сферы сельского хозяйства резидента, есть резиденты, которые, по сути, планируют реализовать проект в сфере оказания услуг. В части услуг по подключению интернета и так далее. Есть услуги, связанные с услугами портовой деятельности. То есть спектр достаточно большой инвестиционных проектов. У нас на сегодняшний момент 13 участников на территории города Севастополя в свободной экономической зоне. Объем инвестиций по тем проектам, которые уже дошли до стадии подписания соглашения, превышает 300 миллионов рублей. Земельное законодательство, оно, собственно говоря, в Российской Федерации существует. И мы стремимся к его реализации в полном объеме. Поэтому при наличии свободных земельных участков, в случае, если это будет соответствовать градостроительной документации, пожалуйста, пусть приходят, люди строят. С точки зрения, как бы, раздачи участков, ничего не раздается, значит, под девелоперский бизнес. Ну, девелоперский бизнес является вспомогательным в этом плане, поскольку темпы строительства жилья должны как-то соответствовать темпам создания рабочих мест. И, в первую очередь, для нас является приоритетом, конечно, создания рабочих мест для того, чтобы у жителей города была возможность трудиться, получать достойную заработную плату. Трудиться либо в промышленности, либо в сельском хозяйстве. Где-то звучит информация, проходит, что кто-то кому-то предоставил земельный участок под девелоперский проект. Дело в том, что в соответствии с 6 ФКЗ, всем известным федеральным конституционным законом, ранее выданные документы ДУМАРТа, они действуют. Поэтому, если где-то этот формат звучит, вполне вероятно, речь идет просто о переоформлении тех документов, которые, по сути, были выданы ранее и не вызывают вопрос с точки зрения их легитимности. Мы живем в Российской Федерации, на территории Крымского полуострова. Значит, нормальная практика, а предоставление в целом, по такой практике, предоставление земельного участка под рекреационные цели. Речь идет о том, что то лицо, которое заключает соответствующий договор, приобретает право осуществлять плотную деятельность на территории. Во-первых, почему мы сейчас инициировали этот вопрос? С точки зрения, несмотря на отсутствие утвержденных лесотехнических регламентов. Во-первых, мы сделали это не просто так, и вот так вот проснулись и решили это сделать. Мы активно обсуждали этот вопрос с уполномоченным федеральным органом исполнительного власти, Рослескозом. У нас есть их позиция письменная о том, что та лесотехническая документация, которая действовала до марта, она, по сути, близка очень к требованиям российского законодательства, и они полагают возможным до утверждения лесотехнических регламентов это делать. То есть, что важно, предоставление земельных участков под рекреационной целью в аренду ни в коем случае не должно и не приведет к какой-то вырубке, к какому-то нанесению вреда природе или чему-либо еще. То есть мы, не знаю, почему этот вопрос, какую-то дискуссию такую очень активную вызвал, видимо, кто-то где-то что-то недослышал или какой-то недостоверной информации у вас пользуется. Мы предлагали то, чего не было здесь никогда, сделать открытый публичный аукцион. Я на заседании правительства этот вопрос обсуждался, предложил представителям прокуратуры даже поучаствовать в составе аукционной комиссии, сделать открытый публичный аукцион. При этом аукционную документацию утвердить таким образом, чтобы у пользователя не было возможности огораживать и ограничивать доступ каким-то образом населения на территорию этих земельных участков. То есть речь шла бы то просто о возможности предоставления платных услуг. Потому что если этого не сделать, это бремя ляжет на нас, то есть на управление лесного хозяйства. Мы должны будем увеличить количество лесников. За каждым участком надо будет смотреть. Контрагента города появляется победитель аукциона публичного, не кулуарного, не какого-то публичного аукциона. Как аукцион в аукционе единственный критерий определения победителя – это цена. То есть чище процедуры в законодательном, ну вообще в жизни нет отбора. Появляется контрагент, с которого можно спросить и который деньгами и штрафными санкциями может ответить за то, что участок где-то не убран, где-то лежит мусор. При заключении с ним договора Главного управления экологии и природопользования, управления лесного хозяйства, определен будет режим использования этой территории. Основные положения данных условий использования будут отражены в аукционной документации. То есть люди в данной ситуации только выиграют от этого. Потому что по факту эти участки либо когда-то использовались под рекреционной, либо по факту сейчас используются. И мы получаем возможность, во-первых, в бюджет города пополнить, чтобы, я прошу прощения, не кто-то где-то пытался там кому-то в карман как бы что-то дать и куларно распределить. Сделать это максимально публично и обеспечить для жителей города возможность этими участками пользоваться, которые будут в нормальном состоянии. Без права капитального строительства на всех участках. Мы предоставлять земельные участки с потенциальной какой-либо возможностью строительства коттеджей, не собирались, не собираемся и не будем собираться. Для чего? Ну, условно, значит, прийти, значит, арендовать столик, на котором можно покушать, порезать колбаску, значит, лимонадом запить. Возможность при наличии мангала, в случае, если это экологически будет допускаться, да, пожарить мясо. То есть примеры такие на территории города Севастополя есть. Там, я не знаю, арендатор может быть где-то какой-то там 2 на 4, какой-то поставит какой-то там буфет, да, где водичкой будет продать. Ну, дай бог. Значит, могу пример привести объекта с Кейской пещеры. Хороший объект. Значит, но его надо охранять, значит, надо оттуда убирать мусор. Кто-то должен за режим использования пещеры и внутри, и рядом находящейся территории отвечать. Но наше видение, что это не должны быть люди, которые содержатся за госсчет. Давайте сделаем публичную процедуру. Все желающие поучаствуют. Люди получат возможность, значит, туристы, в первую очередь, да, что, в принципе, тоже очень нам интересно, потому что мы заинтересованы увеличением труппотока. Посещать объект сделан цивилизованным.